Открывая круглый стол, заместитель председателя народного собрания Ингушетии Василий Светличный отметил, что важный исторический документ принимался в непростое время и для всех репрессированных народов стал первым шагом в решении наболевших проблем. Декларация была набыта тяжким трудом. Это подвиг определенных людей, которые не жалели, в общем-то, и себя, знали, что могут быть и заказаны, могут быть и репрессированы, но, тем не менее, люди эти шли на этот, в общем, можно сказать, подвиг. Принятием декларации члены Верховного Совета СССР осудили тяжелейшее преступление, противоречащее всем основам международного права, гуманности и социалистического строя. Советник главы Ингушетии Сака Стойв отметил, что репрессиям подверглись ни в чем не повинные люди, на долю которых выпали испытания. Будучи мальчишкой, он хорошо помнит, как тяжело приходилось семьям в один миг лишившимся будущего. Надо делать все возможное, чтобы те вопросы, которые напоминают нам об этой трагедии, имевшей место в нашей жизни, стараться как можно минимизировать, восстановить историческую справедливость. Для принятия этого тяжелейшего политического решения, признания вины отдельных лиц государства, в совершении преступления против ценных народов потребовались годы и испытания. Внимание собравшихся взяли приковно к историческому фильму о принятии декларации. Торжественно приглашают, что все репрессивные акты, предпринятые против народа, были незаконными с самого начала и безоговорочно осуждают эту практику. Верховный совет заявляет, что попирание прав человека и элементарные нормы гуманности на государственном уровне не повторится в нашей стране больше никогда. Большую роль в признании незаконными и преступными репрессивных актов сыграл человек из народа, настоящий патриот Мусадар Сигов. Добившись встречи с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, он рассказал о чувствах всех репрессированных народов. Эта встреча положила начало восстановлению прав депортированных. 25 мая 1989 года вся страна прикована к экранам телевизоров. В Москве открылся первый съезд народных депутатов Верховного Совета СССР. Для ингушей этот форум, объединивший больше полутора тысяч народных представителей, стал первой и долгожданной возможностью заявить о своей проблеме во всеуслышание. Когда слово дали Мусе Дарсигову, он не просто выступил с трибуны. Он вывернул наизнанку всю боль народа все эти годы, бившихся за свою правду. Я прошу вас, народные депутаты, поддержать не то, что мою проблему, месетинскую, немецкую, да и в этом зале ни одного человека нет, чтобы не пострадал, чтобы репрессий не было. Зачем не выступаешь, президент или другой? Надо задевать, уважаемый Михаил Сергеевич, вас люди уважают? Вы должны, это вопрос, при выступлении обязательно надо говорить, а вы никогда об этом не говорите. У меня все, я прошу, извините меня, конечно. Но прошу вас, поддержите, репрессивный народ, поддержите, чтобы этот вопрос решился. После долгих обсуждений декларации, собравшиеся в зале, вынесли свой вредикт путем голосования. Это было историческое событие. Декларация принимается преобладающим количеством голосов. В 37 согласове за, 5 против и 15 воздержались. Предважное, долгожданное, судьбоносное документ о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергших насильственному переселению. И обеспечены их правы, ютя важным шагом напустить восстановление исторической справедливости в отношении незаконных народов. Именно трогательная речь Мусы Дарсигова заставила сидящих в зале проголосовать одобрительно. Сын народного депутата, вспоминая встречу, Мусы Дарсигова и Михаила Сергеевича Горбачева рассказывает, что отец не думал ни о чем, кроме восстановления справедливости. Садись, говорит Горбачев Мусе Исупович, а отец ответ говорит, не сяду, если я сяду, главное, чем я пришел к вам, я забуду. Тот смещился, говорит, говори, вот это отвечает Мусы Исупович, это мурской разговор, Михаил Сергеевич, вот так это и надо было начинать. Я не пришел просить вас за ингушей, чеченцы, я пришел просить вас за все репрессивные народы Советского Союза. Посмотрите, в Советском Союзе репрессивные народы, сколько человек занимает, высокие должности, а никто не занимает. Дарсигов, он в принципе, как сказать, он всю жизнь проработал на земле, он в трибун не выступал. Но это такое пламенное было выступление, что вот сейчас, даже вспоминая, меня дрожь берет до такой степени прочувствованная. Я даже, вы знаете, я смотрела, когда вот эта запись, да, когда этот Примаков объявляет о том, что заседание, что такая повестка дня, ну, все сидят там, возятся, где-то посмеиваются между собой, ну, своими делами. Но когда вот это вот заседание началось, и когда начали выступать именно вот эти вот делегаты, Кугулькинов вначале, Калмык, Давид Кугулькинов, поэт, писатель, участник войны, потом, значит, дали слово Мусе, и, вы знаете, зал с замиранием сидел, смотрел. Люди были в то время, может быть, более искренними. И на их лицах вот эти вот, отражалось то, что они чувствовали. Уже позже, 26 апреля 1991 года, Верховным Советом СССР был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Закон признал все нормативно-правовые акты, принятые в отношении репрессированных народов незаконными. Лена Цычоева, Магомед Белокиев, Новости 24.